Микс Ньюс Радио Болтком Долгим опытом употребления алкоголя Здравствуйте, спасибо, что вы пришли Здравствуйте Вот вы не пьёте алкоголь уже 30 лет Да, 30 лет я не употребляю алкоголь, чуть больше И где-то 20 лет я чистый То есть я не употребляю вещества, изменяющие сознание А вы 21 год Да, я уже не употребляю алкоголь 21 год То, что вы оба объединены мыслью, наверное, и идеей Жить в трезвости Это помогает вам? Да, это помогает И я думаю, я не представляю, как бы я строила отношения Создавая семью с противоположным полом Если бы у нас не было конкретного общего взгляда на употребление Так что у нас в семье не употребляем Мы не держим алкоголь дома Но это как бы в рамках нашей квартиры, нашего дома, где мы живём И как бы не имея никакого мнения Другие могут употреблять это их право Чисто специфически, индивидуально Но несмотря на общую идею и мировоззрение в отношении химических веществ Всё-таки выходит, что несмотря на одну болезнь Каждый из вас должен получать лекарства Ну, образно говоря, да, получать лекарства по-своему То есть отдельно То есть это нельзя назвать таким семейным выздоровлением Или можно? Я думаю, что меня не объединяет с женой зависимость Видите, для того, чтобы быть мужчиной, мужем Надо стать самостоятельным То есть хотя бы протрезветь И меня с женой объединяет любовь И я её люблю, она мне очень нравится И это моя частная жизнь, скорее Но то, что я трезвый Это мне очень помогает быть человеком Самостоятельным, достойным человеком Как ваша история любви началась? Ну, она началась в 2002 году Когда мы решили, что попробуем жить вместе И рассказали, скажем, моей дочке Сказали, она была первая, которая узнала Что мы решили попробовать жить вместе И когда мы договорились, объяснили Раскрыли все карты Я рассказала Как бы я сделала перед этим Очень большую работу в своей жизни Потому что пунктик найти Создать крепкую, нормальную, здоровую семью Это тоже как бы для меня было не совсем легко И я решала этот вопрос Потому что мой брак сейчас Это мой третий официальный брак И всегда был болезненный этот вопрос Создание как бы длительных здоровых отношений И я проделала довольно большую работу И потом, когда у нас был разговор Что мы признавались друг к друге В своих симпатиях, в любви И с намерением, что возможно Что у нас создастся какие-то здоровые отношения Я ей рассказала Что я из себя представляю Что я хочу, чего я не хочу Как бы я открыла все карты И предложила вот мужчине Как бы открыла глаза И без обмана, без манипуляций Как бы там Ну а об истории зависимости Вы на каком этапе рассказали друг другу И узнали о том, что вы оба были Во власти этой зависимости Ну да Я, скажем, познакомилась с своим мужем Но тогда я не думала, что это будет У нас такие отношения в сообществе И мое выздоровление, скажем Мое неупотребление Я не могла одна справиться Я поняла, что мне нужна помощь И я обратилась за помощью В 12-шаговую организацию И там я обрела вот эту поддержку Обрела трезвость И больше не пила ни разу Я много что узнала об этой болезни О себе, как это работает и так далее И там я встретила много интересных разных людей И как-то вот мы начали Скажем, у меня на данный момент Очень много друзей, знакомых Не только из содружества Но как бы, ну как и у любого человека Есть и коллеги, и соседи, и родственники И так далее Но одна довольно большая часть моей жизни Это люди, которые выздоравливают Единомышленники, которые, ну вот Хотят не употреблять И применяют для этого Есть много вариантов, как с этим справляться Ну, для меня самый удобный, дешёвый Ну, который мне годится Доступный Да, доступный и приемлемый Это вот именно содружество Да, и И там много людей интересных И как бы в частном порядке Мы встретились как бы у наших общих друзей Познакомились В процессе выздоровления это было, получается, ваше знакомство Да, да, да Я пришла, как бы я бросила пить, если так можно так грубо сказать Что в 1998 году А встретились мы в 2002 То есть, скажем, в 4 года у меня уже было постоянно чисто трезвости Ну вот после долгих лет алкогольной зависимости Какой была жизнь в трезвости для вас? Ну вот хотя бы на момент встречи с женой, будущей женой Я самостоятельный человек был И я первый раз за долгое время подключил голову вместо нижней части тела У Высоцкого есть замечательная песня О нашей встрече, что там говорить Я ждал их так, как ждут стихийных бедствий там и дальше Но это обычно у меня было так Я сначала на поводу страстного импульса затеивал отношения Потом они плавно переходили в быт Ну и потом это уже всё узаконивалось И я первый раз в жизни, вот у меня очередные отношения разрушились Я первый раз в жизни подумал, а что я хочу на самом деле Не только эмоционально, ну страстно Но я и подумал И я, ну, подумал, у меня была искренняя симпатия И предложил вместе что-то построить сознательно А не просто, ну, в очередной раз терпеть катастрофу То есть благодаря 12-шаговой программе Вы стали иначе смотреть на мир И в том числе и на людей, и, наверное, на объект своей симпатии Скажем так, уже иначе и глубже может быть Я получаю поддержку от очень разных организаций Одна из моих любимых организаций, которая мне когда-то помогла Очень сильно и сейчас оказывает помощь Это анонимные алкоголики Потом в силу обстоятельств я Из-за того, что у меня была привязанность к лекарственным веществам Препаратам, пока я лечился от алкоголизма Но я переключился на лекарства Мне приходится ходить к анонимным наркоманам Потом я хожу в несколько духовных организаций Которые никак не связаны с зависимостью Для того, чтобы решать вопросы Развитие, местонахождение во Вселенной Серьезно, эти вопросы не решают 12-шаговые программы И я думаю, что это скорее моя жизнь Я до этого дорос Но, несомненно, если бы я не протрезвел, я бы умер И если бы даже я не умер, я был бы деградантом Почему вы стали злоупотреблять алкоголем? Как вы сейчас это оцениваете, анализируя, может быть, свою жизнь? Это очень просто У меня душа болела У меня душа болела, потому что я думаю, что Я осмелюсь даже сказать, все люди, которые пьют Или употребляют наркотики или лекарства Они перетерпевают сильную боль от насилия И у них душа болит от того, что они живут в условиях, где им плохо Где им кто-то причиняет вред Социальный, эмоциональный, духовный, интеллектуальный То есть давление Я иногда был у своего знакомого Тоже в связи с алкоголизмом Он попросил подойти Поговорить после запоя Это город Рига, сухой туалет Он работает без оформиловки За минимальную зарплату Очень тяжелую работу Те, кто его эксплуатируют Ему причиняют очень сильную боль В этих условиях нельзя не пить И я сам поднимался С социального дна Давайте сейчас послушаем, что нам о своей зависимости Говорил выздоравливающий алкоголик О коварстве, алкоголе, его проявлениях Надевайте, пожалуйста, наушники Поставим небольшой отрывок из прошлого эфира Да, небольшая у нас сейчас заминка техническая Пока звукорежиссер Болезнь очень коварная Прогрессирующая И еще и смертельная И как бы Вот этот вот Спад, так скажем Болезнь-то прогрессировала А жизненный уровень Он спадал И очень постепенно, незаметно И не было никакого определенного щелчка Потому что болезнь шла Она жила со мной параллельно Своей жизнью А я жил, как бы, не замечая болезни И это все шло так постепенно, постепенно Пока какой-то роковой случайность Не сделала вот такой момент В моей жизни Что сплетение обстоятельств То есть течение обстоятельств Допустим, одно обстоятельство затронуло другое Пошла такая, как бы, ну, наверное, волна, что ли И очень эмоционально резкий спад Да, и это, наверное, скорее всего Больше сама жалость Да, то есть я оказался один Наедине сам с собой Между мной и бутылкой Больше никого не было Ну, вот между мной и бутылкой Больше никого не было Такие страшные слова, наверное, об одиночестве Да, резонирует ли это с вашей историей? Да, это резонирует Знаете, если я согласна с этим человеком Уже в какой-то стадии Действительно себе жалко Но если я скажу про свой алкоголизм Скажем, ну, мне никто диагноз алкоголизм не ставил Я уже немножко в нашей беседе перед этим говорила Что, чтобы поставить диагноз алкоголизм Это нужен специалист, врач, нарколог Который поставит этот диагноз У меня такого диагноза нету официально Но я, скажем так, сколько я узнала про себя Я поняла, что, наверное, это так называется Скажем, я поставила этот диагноз сама себе Сколько это возможно И я как-то боролась, ну, старалась решить эти проблемы В начале моей жизни, скажем, как я сейчас понимаю С высоты своих лет Что я раньше была не приспособлена к жизни Она не умела, хотя и шла из такой благоприятной Материально благоприятной семьи С таких рабочих интеллигентов Все у нас работали, все было Я была одаренная девочкой, хорошо училась Как бы занималась там всякими Ну, после школы, да, какими-то кружками Много читала, много интересовалась Но как бы вот эта душевная боль Что вот перед этим Андрей сказал Она как-то вот, я не умела с этим справляться Я не умела жить, получала травмы И как бы, ну, я старалась Но как-то алкоголь для меня был Как этот немножко анестезатор Обезболивающий Да, и плюс еще общество, в котором я жила Оно как бы свободно употребляло и подобное Но только в какой-то момент Когда все, как бы, моя жизнь Она шла немножко, как бы, вверх и потом вниз И эти низы были намного ниже этих верхушек И когда у меня не создалось Как бы нормальных отношений в моей жизни Так как по моим амбициям как бы не хотелось Да, я, конечно, вот эту душевную боль Как бы глушила в алкоголе И это было хорошее такое оправдание для меня А потом в какой-то момент я поняла Что у меня уже начинается не так Я когда-то оправдывала себя и говорила Если бы у вас были такие же проблемы, как у меня Вы бы тоже запили Но в какой-то момент я осознала Что у меня уже появляется проблема от употребления Уже как бы на моей компостной куче То есть это не глушит проблему А это умножает только все проблемы И что я не решаю свои проблемы Они растут И я уже начала заболевать Уже параллельно Уже плюс к моим проблемам Появилась еще алкогольная проблема У нас есть звонок Назевайте наушники Вы слушаем радиослушателя Здравствуйте, слушаем вас Добрый день Добрый день Я вот звоню У меня тоже, в принципе, была такая проблема С алкоголем в течение, наверное, 10 лет То есть где-то с 2003 по 2013 год В 2013 году Не знаю, что со мной случилось Что перевернулось С семьей у меня тоже как бы все нормально И родился в нормальной семье И сейчас у меня семья и двое детей Как бы все великолепно Что-то не перевернулось Мне надоело это Мне просто надоело пить Я понял, что алкоголь тоже не решает проблему Он их делает только еще Эти проблемы больше, больше, больше Еще больше Я в себе это все переборол Вот с 2013 года, в принципе, я не пью вообще И даже не тянет Ну, было когда-то на празднике что-то где-то Там, рюмочку туда-сюда и все Я нашел интересы в жизни Которые в два раза, в три раза, в сто раз круче Чем кайф от алкоголя И, по моему мнению Алкоголиками становятся те Люди Ну, не знаю То ли они ленивые, то ли они слабые Они не хотят ничего менять в своей жизни Вот у них жизнь такая скучная, скучная Рутина, рутина Они начинают бухать Ну, алкоголь не решит этих проблем Надо пробовать что-то другое Я считаю, что нету силы воли Нету силы, это слабые Ну, душевно больные люди, скажем так Это сугубо мое мнение Я считаю, что каждый человек может против пить И найти себе занятия, найти работу Завести семью И все будет просто великолепно Да, спасибо вам Спасибо за ваш комментарий И историю Ну, что можете сказать по поводу Высказанной мысли нашего радиослушателя Я думаю, что больные ракам, которые умирают от рака От туберкулеза От инфаркта Чуть подальше от микрофона попрошу вас Инфаркта Это очень слабые люди Те, которые умирают от серьезных заболеваний Они слабые люди Бывают люди на первой стадии рака Воздоравливают И, скорее всего, я не отношусь к легким формам зависимости У меня две трети родственников умерли от алкоголизма Я происхожу из Латгальской деревни И две трети моих родственников умерли от этого У меня... Какая генетическая история получается Да Исследования показывают, что люди, у которых есть Ну, злоупотреблявшие алкоголем родственники Они очень сильно Подвержены Подвержены риску заболеть И мое заболевание я начал пить в 13 В 15 я уже пил 2-3 раза в неделю И первый раз я пил месяц в 19 лет И я первый раз в больницу попал 21 год И я не хотел этого Я сомневаюсь, что кто-то хочет заболеть раком, язвой желудка Или же умереть от инсульта И мы все слабы Вот мне пришлось признать, наверное, такую общечеловеческую истину Что показывать себя сильным перед мощью Вселенной Это большой риск Мне нужно признавать в определенные моменты, что я слаб Обращаться за помощью к добрым людям, которые обладают опытом И жить Да ведь так непросто сказать тебе «я слаб» Это ведь кажется так просто сказать Но так непросто это осознать, прочувствовать и с этим смириться по-настоящему Есть такая цыганская пословица у народа ромов Особенно мужчине, простите Чтобы ты гордым стал Знаете, вот это на самом деле проклятие моего рода У меня все были гордые И знаете, вот эта вот гордыня, она убивает людей Я думаю, вот это истинная причина, почему люди не обращаются за помощью И второе, эту гордыню подстегивает неграмотное избиение больных Люди осуждают Ведь до сих пор алкоголизм, наркомания – это стигматизированное явление Но люди не помогают Люди этих людей отвергают, презирают, эксплуатируют нещадно Сравнивают себя в их худшую сторону, возвышая себя Ну да, и такое пренебрежительное отношение Но это и не считается во многом болезнью иногда То есть иногда об этом говорят, об алкоголизме, как о вседозволенности Еще различная масса стереотипов распространенных Которые в том числе не помогают, а наоборот усугубляют У меня чрезвычайно сильная воля Я однажды шел за выпивкой в слякоть ночью 20 километров в бальных туфельках Мерз, но я дошел У алкоголиков и наркоманов, и у зависимых людей Очень сильная воля Просто она направлена на самоуничтожение Потому что она во власти какой-то одержимости До сих пор медики не знают эффективных средств лечения алкоголизма Да, уважаемые радиослушатели, подключайтесь также к нашему эфиру Телефон, я напомню, 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Мы говорим сегодня об алкогольной зависимости И ее проявлениях в том числе Может вам приходилось сталкиваться с алкоголизмом Среди ваших близких, знакомых Может быть ваши родные как раз переживают этот период Возможно у вас есть истории, связанные с этой зависимостью Которыми вы бы хотели поделиться и рассказать Вот как сделал наш радиослушатель, позвонивший до этого Ну или задать вопрос нашим гостям Тем, кто как раз был во власти алкогольной зависимости И теперь живет в трезвости уже долгие годы Мы сейчас сделаем небольшой перерыв И потом вернемся и продолжим Оставайтесь с нами Мы продолжаем программу «Выбор» Говорим мы сегодня об алкогольной зависимости В гостях у меня семейная пара с опытом употребления алкоголя Довольно длительным Ну и конечно хотелось бы, наверное, затронуть тему созависимости В контексте нашего сегодняшнего разговора Роль близких людей, тех, кто находится рядом с алкоголиком Во многом наши близкие, они ведь близкие переживают происходящее с нами гораздо более острее и серьезнее Давайте вот сейчас послушаем, как о близких зависимого рассуждал выздоравливающий игроман в этой студии У нас зависимость так или иначе перекликается Вот что он думает о созависимости Давайте поставим отрывок До самого последнего момента, пока я не рассказал Никто из моих близких даже не догадывался, что я зависим от азартных игр И никто из моих друзей тоже не догадывался об этом Так что, ну, можете себе представить, как хорошо я умел все скрывать Хотя дела были очень плохи Но есть и такое определение, как игровой запой Не знаю, насколько это было свойственно вам Когда зависимый человек не может выйти из зала И он сутками, он забывает, теряет контроль времени Забывает есть и пить Ну, это определяется количеством денег То есть вы тоже находились, когда были ресурсы в игровом зале, сутками могли провести? Конечно, конечно Ну, я не сутками, сутками, нет, я сутками там не сидел По-моему, может быть, часов десять Это, по-моему, уже рекорд для меня Потому что я очень быстро все проигрывал Игрок без меня никакой вообще-то Ну, вот если говорить об игромании То это, конечно, зависимость без явно выраженных таких признаков Что касается алкоголизма, то тут налицо во многом Последствия этой зависимости И от близких едва ли можно утаить то, что происходит Но как нужно вести себя тем, кто рядом? Как реагировать? Как помогать ли зависимому? Чтобы тем самым не уничтожить себя? Моё мнение Я когда пришла в Содружество И когда я поняла, что я одна не могу справиться Мне ещё хотелось предыдущего этого Прокомментировать этот вопрос Про зависимости, про алкоголизм, другие заболевания Есть же, как бы, раньше были стадии Сейчас это не модно Но, как бы, не надо путать людей в разных Есть пьяницы, есть сильно пьющие Есть алкогольные наркоманы, есть алкоголики И, как бы, если в каком-то начале, в начальных стадиях Или человек понимает, что ему мешает И у него достаточно, как бы, психика стабильная И он может сам остановиться Но это не всем пример Есть люди, если сравнить, что кто-то будет хвастаться Что он очень хорошо видит То я сейчас в очках, но я не могу видеть И, конечно, что даст вот эта критика и сравнивание Как бы моё зрение от этого не улучшится Как бы так И так что очень не совсем справедливо Всех в одну кучу справедливо Я думаю, что вообще у каждого человека По факту рождения Есть право прожить свою жизнь Как он считает нужным Просто я не совсем уверена Что это свободная воля Свободный выбор спится Как бы до смерти Но, в принципе, каждый человек Если я уважаю человека Я уважаю его мнение Даже если оно ошибочно Я не должна соглашаться Но как бы я могу сказать Что, ну, если нужна помощь Я буду недалеко Как бы обращаясь То есть такая позиция наиболее Да, как я вижу Потому что это сильная Страшная болезнь И будет ли человек лечиться или нет Насильно Я думаю, как бы это немножко неуважение И про созависимость Я думаю так Что алкоголизм Это такая специфическая болезнь Что ее очень трудно болеть одному Да И какая-то созависимая часть Нашего общества Или это близкая семья Или это созависимый коллектив Или еще какое-то Да, мы очень мало образованы В этом плане И как бы Если в наших отношениях Да, я живу с человеком Который себя называет тоже алкоголиком И мы друг к другу созависимые И неосознанно Просто мы оба больных человека Я когда вышла второй раз замуж Тоже за вытрезавшего алкоголика Да, и я пошла Сначала я пришла сама для себя Лечить свою проблему В сообществе Но когда я поняла Вышла замуж И поняла, что у меня проблемы Не только с моим личным здоровьем Но еще с здоровьем Как бы взаимоотношений Здоровых отношений в семье И я пошла тоже В сообщество Волонон Да, и ходила туда Это сообщество созависимых Созависимых, да Это люди, которые живут вместе С употребляющими Или остановивающимися И попросила у них помощи И выходила туда за помощью Да, как бы решать свои проблемы И мы, как я понимаю Может быть, мой муж не согласен будет Но мы друг к другу создаем Идеальные обстоятельства Неосознанно, не специально Болезнь во мне есть И я для своего мужа Созависимая А он для меня созависимый И мы создаем идеальные условия Чтобы мы запили каждый отдельно И про то вот выздоровление Да, как бы Что вы вначале спросили Как бы это как заразное заболевание Если мы в семье болеем Какой-то заразой То, извините Укол или лекарство Надо пить каждому отдельно И к врачу ходить Но обоим Я допускаю, что есть И семьи, где живут Употребляющие и неупотребляющие Если они больны Но, в принципе, я вижу шансов Очень... По моему опыту очень мало Что лечиться надо обоим Ну, среди алкоголиков И вообще зависимых людей Существует такое Может быть парадоксальное На первый взгляд Но, если вдуматься То довольно такое Логичное осуждение О том, что Одной рюмки мало А тысячи уже недостаточно Вот давайте еще послушаем Что нам о своей зависимости Говорил один из моих гостей Поздоравливающий алкоголик Да Мне, как вот, например Есть люди, болеющие сахарным диабетом Им нельзя, чтобы у них повышался сахар в крови За этого им нельзя Какие-то определенные вещи делать И какие-то продукты там есть То есть, когда вовремя колоть инсулин Мне, как для алкоголика Вообще, минимум, что надо Просто не выпить первую рюмку Потому что, как физическая тяга Сразу начинается То есть, физическая болезнь моя Проявляется, как только помадает Меня алкоголь Мне одной рюмки это много А уже двух это мало Ну, вот в вашей истории зависимости Было ли это, вот это осознание И такая рубежная черта Когда одной мало, а тысячи уже не достаточно Да, да, да Это есть такое И что я отказываюсь полностью навсегда Но это, как бы Есть такая фраза у нас Что любой человек может сутки не пить Любой Но что делать с этой жизнью? Потому что я начала употреблять Потому что у меня были проблемы И мне надо было как-то их заглушить Как-то уменьшать Как-то я нашла для этого Я выбрала алкоголь Некоторые выбирают наркотики Сидят на барбитуратах Там с сердцем плохо или что Сидят на лекарствах Или еще куда Уходит роботоголизм Другую, любую крайность И мне, как бы, сейчас в программе Что предлагается? Я не пью это и все Да, как бы Я не употребляю алкоголь В своей жизни вовнутрь Но это не решает мои проблемы И что здесь есть в программе Почему она мне привлекательна? Она мне дает инструмент Что я могу уладить Как бы разобрать все Те причины Глубокие, с детства Любые мои специфические проблемы Выкопать, скажем так Да, изнутри Которые и привели меня к употреблению Ну вот о чувствах, которые переживает Зависимый Мы, как правило, уделяем много внимания Чувствам в нашей программе Небольшой отрывок еще поставим О чувствах, переживаниях, которые испытывал алкоголик Один из гостей программы «Выбор» Давайте послушаем Пытался себя всячески оправдать Что я вроде как и не пью сильно так Под забором пока Хотя были всякие Были случаи на грани смерти Были Потому что я не выпивал Я пил То есть я пил сильно запойно Долго Месяцами То есть я запойный алкоголик Есть разные Есть марафонисты Есть вот И такие Вот это состояние То есть я погружался вот То есть во мрак Ну Вроде как незаметно Но довольно быстро Да Потому что алкоголь Болезнь чувств Затрагивает все сферы человека То есть физическую Психоэмоциональную И духовную То есть это такой Очень большой спектр эмоций Которые переживает алкоголик Очень большой Вот И все это деградирует Вот То есть тело разрушается Да Вот приходилось ли вам Переживать подобное И как это было Говоря о чувствах Знаете Народ В этой сфере Я думаю Что большинство людей Неграмотно Это очень сложно признать И Сначала Когда я начал пить И уже злоупотреблял Мне говорили Возьми себя в руки Ну вот Как вы думаете Может человек С дизентерией Взять себя в руки Или с хроническим Насморком Потом это может Перерасти Воспаление Гайморовых пазух И брать себя в руки Ну Не получается Потом Если я сравниваю Это с воспалением носа То у меня Начал Течь гной Мне говорили Ты должен Ты обязан И знаете Вот Товарищ Говорил предыдущий Что ему надо было Оправдываться Ведь я Начал искать Путь к лечению Когда я остался Абсолютно один Тогда меня никто Не обвинял Потому что Я думаю Это естественная Защита человека Когда Алкоголика Несчастного В отчаянии Ну Говорят Ты сволочь Ты должен Ты негодяй Ты возьми в руки Ты аморален Это Это не так Человек Может быть хочет Но когда на меня Нападают У меня первая мысль Это защититься И у меня нет Времени Подумать Почувствовать Ну Поискать выход Я очень признателен Своей матери Она была созависима Она в 19 лет Уловила Что у меня Начинаются проблемы И она Оставила меня Одного в коммуналке Я за 3 года Дошел до Первой больницы Потом Еще попал Несколько раз В больницу И Тогда Голод Холод И Отсутствие Работы Мне показали Что я есть На самом деле И меня никто Не упрекал У меня было Много времени Тишина И вот Ну И я тогда Осознал Что я болен И начал сознательно Искать помощь А пока И самостоятельно Самостоятельно Мне Мать Она очень четко Сделала то Что вот Здоровые Созависимые Если можно Так Сказать Они Делают Они Не помогают Материально Компенсировать Вред Пьянства Видите Когда Человеку Пропившему Деньги Дают На еду Он Сэкономил И деньги Пустит На выпивку Когда Человек Заблевал Свою Квартиру Испачкал Свою Одежду Привел Не заплатил Счета За него Кто-то Из родственников Приходит И платит Родственники Не кормят Не помогают Человеку Они Помогают Тому Страшному Внутри И оно Растет Зависимость Растет И вот Этот Вот момент Люди Обычно Из-за чувства Вины И стыда Они Не замечают Им стыдно Перед Заблизкого Перед Родственниками Перед Окружающими Понимаете Там очень много Боли Сокрытия Стыда Неудобства И Обвинения Друг друга А на самом деле Лучше всего Успокоиться И Мама Мне помогала Лечиться Вот если я Выказывал Просил лечиться Но она Прошла Все этапы Но в конце Она Если я Выказывал Желание Лечиться Она Это Поддерживала Остальное Четко Нет Давайте еще о чувствах Послушаем Чувствах Зависимого Алкоголика Небольшой Отрывок Поставим Чувство Вины Оно Разрушающее Чувство Это очень Сильно Угнетает Употребляющего Алкоголя Вот как Меня Меня Очень сильно Это угнетало И грызло Ой как Я виноват Ой сколько Я всего Натворил Но отчасти Меня это Привело Потому что Вот из моих Друзей Которых уже И нет с нами Да У меня есть Наверное Личное уже такое Ну кладбище Из знакомых Людей Ушедших От веществ Алкоголя Наркотиков Это те люди Которые проходили Этот путь Вместе с вами А да Да Вот те люди Которых нет с нами У них не было Этого чувства У них Чувства стыда Они посещали Не было Они считали А что А кому я Делаю плохо Ну а не было Близких рядом Не было тех Перед кем Должно быть Уже не было Уже не было То есть это чувство Одиночества Оно разрушающего Конечно Конечно И самообвинение И постановки Диагнозов Самому себе Все Со мной Уже поздно Что-то делать Я столько Натворил Ну кошмара В своей жизни Что прощения Мне нет То есть человек Как бы Сам себе Бог Да И сам себя Наказывает И мстит Сам себе Да Сам приговор Выносит И привозит Его в исполнение Так выходит Ну вот Согласно тому Что говорил Наш гость Чувство вины Оно В данном случае Даже необходимо Может быть Зависимым Чтобы не потерять Я прописывал Серьезный вопрос С двумя видами Чувства вины Есть чувство вины Истинное Когда я Что-то разбил Красивое Когда я Другому человеку Нечаянно Причинил боль А есть чувство вины Внушенное И Когда родственники В том числе Пытаются тем самым Как-то манипулировать Действиями зависимого Помочь Наверное Да Вот я С этим сталкивался На работах Где меня Достаточно Несчадно Эксплуатировали Потому что Многих людей Зависимых Вплоть до Рабства В Европе Они попадают На грибные Плантации В рабство Они Вот в Елгаве Полтора года назад Была Группа Преступников Они поили Пенсионеров Отбирали у них Деньги И держали их В рабстве Понимаете Им тоже Скорее всего Что-то они внушали Чтобы они Не обращались За помощью Это ложное Мы не говорим О зависимых А уже О каком-то Принуждении И криминальной Такой истории Уголовной Знаете Одни Без других Не могут Вообще-то Мне приходилось Работать Консультантом По зависимостям И считается Что Вся семья Больна Если переводить С английского Американского Английского То там Говорится Об алкоголиках И со-алкоголиках То есть Одни Употребляют Вещество Впадают В безумие Не могут Остановиться Другие Вынуждены Сначала Брать Власть А потом Эту власть Используют Во вред Себе И другим И тогда Надо лечить Всю семью И это Точка зрения Современной Медицины Еще есть Такой Термин Не очень Приятный Для Созависимых Или людей Которые Живут И стараются Помочь Но как-то Помогают В другую Сторону Как с силой Воли Алкоголик И сильная Воля Но он Идет Как-то В другую Сторону Так и Созависимый Есть Что Не только Солкоголики А пассивные Алкоголики Их иногда Называют Это Выгодно Если Так Можно Применить Это Слово Имеется Вторичная Выгода Почему Рядом Человек Спивается И почему Так Хочется Ему Помочь И Сделать Парадокс Сделать Все возможное Выбрать Настолько Неэффективные Способы Помощи Потратить Много Денег Много Времени Для Галочки Много Чего Сделано А вот Этот Не выздоравливает И нет Задрится Вопрос Почему То есть Созависимый Хочет Остаться В своей Зависимости Это Выгодно Обоим Тогда Алкоголик Может Пить А Созависимый Может Иметь Ауру Спасателя Хорошего Человека Вот Мир Сочувствует Видите Нету Гармонии Нету Одному Очень Все мало Другому Все Лавры Другому Он же Такой Хороший Человек И все Сочувствуют Как ненавидит Одного Так Сочувствует Другому И это Они Такая Парочка Вместе Неразделимая И без разницы Это жена Или мать Или брат Это такая Страшная Болезнь Парадоксально Вы сказали Очень интересно Потому что Бывают Ведь пары Я слышала Такие истории В том числе Общаясь С зависимыми Людьми О том Что Расстаются Муж С женой Просто потому Что муж Который пил Долгое время Начинает Выздоравливать И в таком случае Просто жене Становится Нечего делать Да Вы знаете Обычно зовет О помощи Тот Который Ну слабее Кому хуже И когда Мне тоже Брал на себя Обязанность Служить На информационном Телефоне Звонили люди И с таким вопросом Я говорю Кому плохо Звонит Мать или жена Мужу плохо Почему он сам Не звонит Он не может Я звоню Значит вам нужна Помощь Идите Программу Которая Помогает С зависимым Нет Мне не надо Дайте мне Инструменты Объясните мне Как делать Операцию Я сама Сделаю Операцию Ну понимает Так Образно Как бы И Ну И Очень тяжело Потому что Я это вижу Как механизм Как часовой механизм Если какая-то Пружинка Чувствует Что она Ну Сломается Неисправно Она старается Прыгнуть Да И лечиться Но весь механизм Получается Получает Огромнейший стресс Потому что Та пружинка Начинает крутиться В противоположную Или в другую сторону Иную сторону И весь семейный Механизм Он как бы Рушится И было Но с одной стороны Может жестоко Это звучит Да Но как бы Ну Алкоголик Который спился И уже Все понимают Что он может И умереть Как бы И семья С этим уже смирилась Да И не пойдет Ради этого Какого-то там Человека Который не исполняет Свои обязанности Подвел всех на свете Ради него Сейчас все будут Крутиться Как нет А пошел Он лучше Пусть был И сдох Да Простите Что я так В эфире говорю Да И действительно Рушится Потому что Механизм Начинает крутиться В иную сторону И тогда Надо приспосабливаться И лечиться Всем Да Но не все Готовы На такой подвиг И бывает такое Что когда Вы начинаете Выздоравливать Созависимый Выздоравливает И зависимый Что удивительно И наоборот Да Видите Я думаю Что не имеет смысла Анализировать безумие На востоке Говорят Один сумасшедший Расскажет столько Что Сто мудрецов Не разберутся Главное Что из всего этого Есть выход Да Вот это самое основное В Риге Порядка 20 групп Анонимных алкоголиков В Задвинье В центре Район Тейки Саркандаугова И так далее Потом Есть Где-то Порядка Шести Групп Анонимных Наркоманов Есть группы Для помощи Родственникам Это для матерей Жены Мужей Чьи Близкие Злоупотребляют Алкоголем Или наркотиками Есть еще Организация Куда 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 Сейчас Приходится Ходить Потому Что Оказывается Что Всему этому Послужили Те травмы Детские Которые Я пережил В детстве Меня Пороли И говорили Что мне надо Любить Тех Кто Меня Бьет Ремнем В кровь И я Хожу К взрослым Детям Алкоголиков Всю Эту Информацию Можно Найти В интернете Очень Легко Загуглить Сам Я хожу На группу Анонимных Алкоголиков Надежда Она На Бардзиню 2 По Вторникам И четвергам В 19 Часов Есть Телефон Я его Могу Озвучить Нет Пожалуйста Озвучи 2 5 3 2 8 5 3 4 Или В интернете В обществе Анонимные Алкоголики www.aa.org.lv На трех языках Да Процесс реабилитации И интеграции Наверное Зависимого Алкоголика В общество В трезвое уже Общество Это Наверное Один из самых Тонких И трудных Моментов В процессе Выздоровления Какими У выздоравливающего Алкоголика Должны быть Скажем Так Вертикальные Координаты В этом смысле То есть цель Просто не употреблять Ее ведь Недостаточно И мотивация Когда Зависимый Говорит Что я там Не пил Уже полгода Я теперь Не сорвусь Потому что Не пил полгода Такая сомнительная Мотивация Кажется Она ведь Должна быть Другой Вот о вертикальных Координатах Что вы можете Сказать Все Все нам На самом деле Намного проще Говорят Что сатана Что люди Пьют Есть люди Которые Ну В Америке Была статистика Что на 1 доллар Прибыли Которые получают Организации Общество Терпит 12 долларов Убытков И Ну Кто-то Получает Этот доллар Прибыли А убытки Платим Мы все И вот Здесь Лучше Сказать О том Что Это Просто Бросить Пить Только Это Нельзя Очень Трудно Сделать Одному Если Это Зашло Далеко Если Уже Серьезная Стадия Алкоголизма Если человек пьет Несколько дней Подряд То ему Надо обязательно Помощь Сначала Медицинская И потом Обязательно Надо найти Людей Которые Будут Помогать Бросить Пить И тогда Просто Самому Изобретать Велосипед Очень сложно Но Пойти В кружок Велосипедистов Это очень Просто Научиться Ехать Собирать И ремонтировать И то же самое С трезвостью Я очень признателен Своим Наставникам Люди С меня Не брали Денег Не навязывали Мне верования Я достаточно Свободен Я себя не чувствую Зависимым От людей От жизни От вселенной От Бога Да Но от людей Нет Я самостоятелен Самодостаточен И я думаю Что вот это Меня делает Ценным В семье Потому что Разве может Не самостоятельный Человек Создать Целостную Семью И вот Это просто Не надо Не надо Оставаться Одному С этими Ужасами Потому что Люди Которые Это пережили Мы готовы Помочь Ну есть Я добавлю еще Есть такая Проблема Что Вместе с алкоголизмом Очень часто Бывают еще и другие Параллельные заболевания Психические Расстройства И как бы Вылечить Есть некоторые Формы Или как бы Стадии Или как еще Лучше сказать Что они Неизлечимы Действительно Когда Человек Сломлено Это сила воли Он не верит Что будет лучше Что это поможет Разные Как бы Легко осуждать Но Можно как-то Постараться Помочь Но что Ожидаемого Результата Может и не быть И даже Если человек Ну как бы От употребления У него Ну выжигается И появляется Слабоумие От употребления То это Невозвратимо Вообще И большая часть Нашего здорового Общества Мы как бы Пестрые И я не знаю Здорового общества Которые не носят очки У которых нет грибка На ноге Или которые не кашляют Так что наше общество Оно тоже такое Какое оно есть Но Каждый Чисто свой Личный Индивидуум Он может Здесь найти помощь Если он этого желает И если у него Не сломлено Это желание Спасибо вам Что вы пришли К сожалению Время нашей программы Подходит к концу Говорили мы сегодня Об алкогольной Зависимости Спасибо моим гостям Яна Смирнова Всего доброго Спасибо 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 за субтитры DimaTorzok